Общественный резонанс. Стартовавшийся российский марафон по сбору подписей за запрет абортов вызвал массу дискуссий. Идею выдвинули участники общественных движений за жизнь и православные добровольцы. На прошлой неделе патриарх Иосиф Иванова Вознесенский и Вичугский присоединился к марафону и подписал петицию. Представители общественности и священнослужители уверены, аборт это не что иное, как убийство, которое необходимо пресечь законодательно. Россия была, к сожалению, во времена советской власти первой страной в 20-е годы прошлого века, когда было узаконено детоубийство. С тех пор оно, к сожалению, это преступление распространилось во многих других странах. Христианское наследие русской и общеевропейской, в общем-то, и общей мировой культуры категорически не принимает вообще убийства, убийства детей тем более. В социальных сетях до сих пор не утихают споры и обсуждения. Кто-то рьяно поддерживает обращение о запрете абортов, кто-то категорически против и выливает свое бурное негодование в комментариях к видео и различным постам. Ивановцы на вопрос о запрете тоже имеют разные точки зрения. Это личное дело каждого, поэтому все равно. Если в раннем возрасте, то это, я думаю, нужно делать, потому что люди не могут обеспечивать еще свою семью. Они еще не доучились, не получили образование, и уже будет ребенок. Негде с ним жить. А вот когда уже аборт в сознательном возрасте, вот это я уже не поддерживаю. Скорее всего, идут на это бездумно девушки. Это и убийство детей, считается. Жизнь еще не дали, а уже ее отбирают. Ну, если человек может себе позволить, то пусть рожает, а если не может, так пусть делает аборт. Я считаю так. Медики конкретной позиции не высказывают, придерживаются нейтралитета. Но напоминают, бывают случаи, когда прерывание беременности просто необходимо по медицинским показаниям. Как правило, это тяжелая соматическая патология, при которой течение беременности будет усугублять состояние здоровья женщины и будет угрожать ее жизни. Сюда относятся активные формы туберкулеза, тяжелые формы обороков сердца, тяжелые течения ревматических заболеваний. Возможными изменениями в законодательстве врачи обеспокоены. Прогнозируют, если официально аборты все-таки запретят, пышно расцветет подпольная медицина. Если женщина захочет сделать аборт, она его сделает. И переубедить ее вряд ли получится. Если она делает криминальный аборт, это, как правило, тяжелейшее осложнение для ее состояния здоровья и тяжелейшая ситуация, угрожающая ее жизни. Такие женщины, как правило, умирают, если это происходит в таких неправильных условиях. По официальным данным, ежегодно в России совершается более 700 тысяч прерываний беременности. Неофициальная статистика абортов – более 5 миллионов в год. Активисты общественных движений после сбора миллиона подписей планируют отправить обращение в администрацию президента. И вопрос о внесении изменений в законодательство будет решаться уже на высшем уровне. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.